Всем привет! Сегодня сгенерируем несколько изображений в нейросети и, что очень важно, попробуем это сделать не просто ради веселья, а для практических целей. Если вы вдруг, не знаю, последнее время в информационном вакууме никогда не видели, а может быть даже и не слышали про нейросети, ничего страшного на самом деле. Я и сам вот только 10 или 15 дней назад первый раз зашел в нейросети, начал пробовать что-то делать. Вкладки в браузере. У меня было много вкладок, которые надо посмотреть. Весели там, наверное, полгода, если не больше. Просто я понимал, что эта тема будет очень большая. Надолго я все откладывал, откладывал, откладывал. Вот, наконец, руки дошли. Я подумал, что будет интересно сделать как раз ролик от, скажем так, нуба, человека, который только-только начинает и пытается решить какую-то задачу. Потому что ради веселья здесь можно провести очень много времени. Много, знаете, вот в инстаграмчике мы видим всяких сгенерированных изображений. Но это не так сложно. Вы сейчас это увидите. Ты создаешь простой запрос, и тебе нейросеть дает красивую картинку. А вот когда тебе нужно что-то конкретное, здесь уже все становится немножечко сложнее. Начну с рассказа про саму нейросеть. Если вы уже видели MidJourney, то можете пропустить немножечко вперед. Но все-таки надо рассказать людям, кто никогда не видел. Итак, это нейросеть, которая создана для генерации изображений посредством... Ну, самый популярный здесь способ – это путем введения текстового запроса. То есть есть другие варианты, но самое популярное, когда вы говорите какую-то фразу, и нейросеть вам на основе этой фразы генерирует изображение. Вот, например, вот эти четыре изображения. Ну, это, по сути, вариации одного запроса. Это запрос, который я просто написал текстом «Фотокамера made in Russia». Вот так нейросеть представляет себе фотокамера, сделанная в России. Но как конкретно делать эти запросы, мы чуть позже обсудим. Сначала, как вообще сюда попасть и что установить. На самом деле все довольно-таки просто. Итак, сайт нейросети называется midjourney.com, но, к сожалению, помимо самого сайта, нам еще понадобится открыть другой сайт, который называется Discord. Если у вас вдруг нет Discord, вы отстали от жизни, как я, потому что я поставил специально Discord как раз 15 дней назад под эту нейросеть, я не буду подробно останавливаться, потому что там все очень просто. Устанавливаете себе программу, там есть веб-версия, но мне кажется, что удобнее установить ее себе на компьютер, создаете аккаунт, все бесплатно, никаких проблем возникнуть не должно. Но после этого на сайте midjourney мы можем нажать Join the beta. Попадаем вот на такой вот экран. Обратите внимание, кстати, что 10 миллионов 100 тысяч участников уже здесь. Нажимаем принять приглашение. Я надеюсь, что я это уже все делал. Надеюсь, я ничего не испорчу этим самым. И вот есть вариант открыть приложение. У меня как раз сейчас должна открыться десктопная версия. Если у вас Discord пустой, то, собственно, midjourney это будет единственное, что у вас здесь будет. Кликаем сюда. И здесь у нас очень много всего. Могут разбежаться глаза, но на самом деле все довольно-таки просто. Заходим в один из чатов, который называется Nubis. То есть это чат для новичков в любой. И видим, что здесь уже кто-то чего-то наделал. Это нормально. В бесплатной версии у вас на данный момент нет другого варианта. Вы вместе в одном чате с другими людьми создаете работы, создаете запросы. И чтобы начать, вам нужно знать команды. Вот вы видите, что кто-то сейчас чего-то генерирует. К сожалению, в этом есть неудобство бесплатного тарифа. Вы вместе с другими людьми и будут все время появляться работы, которые вам не нужны. Итак, основная команда, с чего вообще начать супер просто. Это нужно нажать, во-первых, на английский переключиться. Нажать слэш. И можно набрать Imagine. Можно просто кликнуть мышкой. И даже более того, можно, по-моему, Enter нажать. Ну-ка, давайте попробуем. Да, нажимаем Enter. И команда выбирается сама. Imagine. Что значит? Представь себе, вообрази. Короче говоря, мы говорим нейросети, что вообразить. И пишем словами. Если вы не знаете английский, значит, заходите в переводчик какой-то и берете фразы оттуда. Но базовые, наверное, слова все знают. Давайте Happy. Я не знаю, балды просто. Grand. Счастливая бабуля. Нажимаем Enter и ждем. И здесь я, наверное, выключу свою камеру, потому что занимает некоторое время обработка вашей команды и, собственно, генерация вашего изображения в зависимости от загрузки сервера. Поэтому я буду просто обрезать эти моменты. Скорее всего, если я правильно помню, после первого вашего запроса у вас не начнется генерация, у вас появится сообщение о том, что примите-ка сначала наши условия, и у вас будет кнопка здесь, типа, принять. Нажимаете принять, и потом делаете все то же самое, и у вас уже пойдет запрос обрабатываться. И вот наша счастливая бабуля. Пожалуйста, всего несколько секунд, и мы получили вот такие вот замечательные изображения. Запросы могут быть куда более конкретными, и здесь такая сложность получается, что чем более общий запрос, тем, как мне кажется, вот из того времени, что я пользуюсь, тем более крутые результаты. Но как только вы хотите добавлять что-то конкретное, начинаются проблемы. Но так как я купил себе платный тариф, вы видите, что вот сейчас в чате в этом очень много народу, и картинки просто скачут, скачут, скачут. Давайте я перейду в отдельный чат, он доступен сейчас только на платных тарифах, хотя еще недавно можно было и бесплатно так делать. Справа нужно выбрать MajorneyBot. Вы можете попробовать, может быть что-то поменяется в момент, когда вы будете смотреть, но у меня не получилось. Если у вас нету вот этой вот справа колонки, то нужно щелкнуть вот здесь вот. И по MajorneyBot кликаем правой кнопкой мыши и пишем, выбираем написать сообщение. И в таком случае мы оказываемся, вот еще камера, вы видите, да, я прикололся по всем этим камерам и сделал достаточно много вариантов. Итак, мы попадаем в свой собственный чат. На тарифе сейчас за 10 долларов у меня до 200 изображений и возможность пользоваться своими чатами, в том числе приватными. Надо иметь в виду, кстати, что когда вы находитесь вот в этом чате, это не значит, что ваши картинки являются приватными. Это просто значит, что здесь у вас в данный момент никого нет, но эти результаты могут просматривать и другие люди. Но на платном тарифе вы можете сделать так, чтобы никто не видел ваше творчество. Давайте повторим. Давайте только не Грентма, а давайте Happy Photographer. Ждать на самом деле обычно не очень долго, потому что я буду обрезаться, вам будет непонятно, но, как правило, в течение минуты мы получаем результат. Итак, получили вот такой вот результат. Ну, на самом деле, увидите, что даже здесь уже есть косяки, несмотря на то, что запрос, казалось бы, очень простой, но вот с зубами у людей мы видим, что... Ну, действительно, фотографы, действительно, они выглядят достаточно счастливыми, но вот здесь явно с зубами большие проблемы, здесь тоже как-то с зубами не очень. Ну, а с пальцами это вообще известная беда нейросетей. Вот здесь просто какое-то помрачительное количество пальцев, они то изогнуты, то сломаны, то торчат вообще непонятно откуда, поэтому в целом пальцев вообще лучше избегать. Ну, пока что ладно, что можно делать с этой картинкой? Всегда вам выдается четыре вот таких варианта, если вы используете версию по умолчанию на сегодняшний день, опять же, на момент записи, сейчас начало февраля 23-го года. Вам на запрос выдается четыре картинки, они пронумерованы как бы, раз, два, три, четыре, и вы видите, что у нас есть здесь кнопочки, U это Upscale и V это вариации, сделать вариации. То есть, если нам кто-то нравится, допустим, ну вот последнее вроде как ничего, но с пальцами, конечно, совсем беда, но для примера. Мы нажимаем Upscale 4, и MidJourney нам теперь будет, тоже это займет какое-то время, эта генерация, он нам сделает фотографию уже большего размера. Если же мы хотим сделать вариации, то, ну вот скажем, нам нравится вторая фотография, но что-то, я называю фотографией, это, конечно, не совсем фотография. Второе изображение нам нравится, но мы хотим, чтобы появились какие-то другие еще варианты, небольшие изменения, мы можем нажать, вот, допустим, V2. Тоже в зависимости от загруженности сервера нам нужно некоторое время подождать, и у нас появится сейчас, вот видите, даже он вариации начал делать раньше, чем Upscale. Сейчас он нам сделает четыре вариации той фотографии, опять хочется сказать, того изображения. Вариации, как видите, небольшие, они есть, но небольшие, и проблему с пальцами, ну, кстати, где-то частично, может быть, и решил, но появляются другие проблемы, и, к сожалению, ну, это постоянная штука, то есть, пока что я не знаю, как я уже сказал, что я сам только начинаю здесь разбираться, но пока что непонятно, как избегать этих проблем, видимо, нужно хорошо знать вот нейросеть, конкретную, конкретный движок, и понимать, что она умеет делать хорошо, а что умеет делать не очень. Ну, и вот у нас готова заобскейленная фотография, эх, господи, изображение счастливого фотографа, ну, кстати говоря, очень даже ничего, на мой взгляд, да, раз, два, три, четыре, пять, даже пять пальцев немножечко не... ну, нормально, для нейросети это неплохо, здесь тоже немножко что-то колбаска, но... А если честно, некоторые люди прям сразу замечают, я подсознательно по привычке смотрю на лицо, на глаза, и иногда до пальцев прям даже не дохожу, но все равно очень круто, мне кажется, что можно подправить, а можно сгенерировать что-то новое, где, там, зубов с зубами будет у человека получше, ну, вот в целом очень круто, но все равно с зубами, конечно, у человека беда, и, честно говоря, как исправить, я не знаю, возможно ли вообще на сегодняшний день, делать такие исправления, только, то есть, написать, что вот, только зуб мне поменяй, по-моему, нет, и, по сути, вам нужно переделывать запрос, переделывать другой, если вас, конечно, может быть, у вас устраивают такие зубы, и вы где-то это используете. Фотограф счастливый, выглядит как будто он в каком-то то ли метро, то ли в магазине, там еще то ли объективы, то ли что-то такое, но в целом выглядит достаточно интересно. Как я сказал, у меня будут попытки использовать изображение на практике, и у меня два было задания, которые я сам себе как бы дал. Первое из них, это сделать баннер на новую страницу, мы запускаем подписку, сегодня только косвенно про нее скажу, обязательно, естественно, прорекламирую как-нибудь в следующих роликах, но вот я хотел сюда какой-нибудь баннер поставить, и еще у меня было место тоже, куда нужна была фотография, вот, вы видите, девушка с фотоаппаратом, это как раз тоже сгенерированная девушка, ну, и фотоаппарат тоже уже сгенерированный. Естественно, это было необязательно, я мог на стоках это взять, но просто стало интересно. Давайте попробуем, введем запрос, вдруг у меня получится что-то еще более интересное, и, может быть, я поставлю на баннер новую картинку. Я пишу запрос, и, ну, давайте пока что я включу его так, естественно, помимо запросов, здесь можно добавлять всевозможные настройки, всевозможные аргументы, и мы можем задавать соотношение сторон, потому что по умолчанию, видите, что все картинки пока что у нас получаются квадратные, для того, чтобы добавить соотношение сторон, которое вам нужно, к сожалению, нельзя выбрать любой, то есть прям вот длинный баннер нельзя сделать, на движке, который сейчас актуален, он называется версия 4, максимально плоское соотношение сторон, это будет 2 к 1. Чтобы добавить его, опять же, нам нужно сделать то же самое Imagine, я вставляю тот же текст, и 2 дефиса, получается, 2 дефиса, а AR и 2 к 1. Нажимаем Enter. Пока что вот он выдает такие результаты, и на первый взгляд все вообще классно выглядит, делается все быстро, за несколько секунд, ты получаешь то, что хочешь, но с другой стороны, каждый раз, когда ты начинаешь присматриваться, почти всегда вылезают косяки, и чтобы довести до идеала изображения, нужно, во-первых, хорошо очень освоить инструмент, то есть эту нейросеть, и, во-вторых, как правило, делать достаточно много запросов. Сейчас посмотрим, что у нас получится с баннером. Вот что у нас получилось, и, кстати, знаете, что мне даже, может быть, больше нравится, чем то, что у меня уже стоит сейчас на сайте, и, может быть, я поменяю себе баннер. Но, скажем так, здесь всегда очень важно высматривать косяки, потому что первый эффект, он такой вау, что ничего себе, ты написал что-то текстом, и тебе прям сгенерировало, и все так классно, но потом, когда ты начинаешь присматриваться, ты как бы видишь, что оно, с одной стороны, классно, а потом вот непонятно, это что, ноутбук, перерастающий в фотоаппарат, или что тут происходит, что здесь раскидано, ну, не очень понятно, и таких косяков очень много, торчащие вещи там друг из друга, которые никак не совместимы, и так далее, поэтому, ну, нужно потратить прилично времени, чтобы в итоге получить хороший результат, хотя вот это, на удивление, мне прям нравится. Не хватает, наверное, только книжечек еще каких-нибудь. Здесь можно делать так называемые ремиксы, но я уже в этом ролике не буду это показывать, мы просто сделаем, давайте, вариации вот этой картинки. И вторая моя картинка, это была просто счастливая фотографиня. Я, кстати, вводил просто happy photographer, но вот сегодня он выдал мужика, в прошлый раз он выдал женщину. Давайте введем happy female photographer photorealistic. Смотрим, что у нас получилось. Не могу выбрать какую, они, конечно, очень сильно похожи, но здесь что-то непонятно произошло с телефоном. Здесь мне фотоаппарат меньше нравится. Ладно, давайте выберу вторую. Увеличить вторую. И вот, пожалуйста, happy female photographer. Они получаются просто замечательно, женские портреты здесь очень классно получаются. Главное считать нужное количество пальцев. Раз, два, три, четыре. Здесь что-то куда-то торчит, но это уже неплохо. Это, знаете, издержки производства. А здесь вообще, по-моему, даже... Так и надо, да, вот большой палец, и прям, ну, там спрятался лишний палец. Хорошо, вот это прям хорошо. Ну, а какие здесь вот по конкретной работе могу сделать для себя выводы, что по большому счету вот эти запросы очень простые, и, честно говоря, разницы я не вижу. Ну, в нейросеть это весело, да, и я это делаю для того, чтобы еще ролик записать. Но, по большому счету, если бы реально у дизайнера стояла задача сделать вот эти изображения для сайта, то, наверное, проще зайти на Shutterstock или на другой фотобанк и вбить счастливый фотографер. Давайте проверим. Happy photographer. И я уверен, что здесь счастливых... Ну, можно добавить, что female. Здесь мы видим, что счастливых фотографов тоже будет полно. И крупных портретов, и некрупных, и смотрящих в объектив, и так, и сяк. Короче говоря, разницы принципиальной я не вижу, но здесь я зато уверен, что количество пальцев у человека будет точно столько, сколько нужно. Да, и то же самое, в общем-то, с баннером для фотошколы. Ну, онлайн-школа баннера, я уверен, что там миллиард вариантов. На крайняк, если там нет фотоаппарата, его очень легко взять изолят на белом фоне и просто впихнуть. Короче говоря, достаточно спорный вопрос. Мне кажется, что такую задачу на фотобанках на данный момент решить проще. Переходим ко второй. Картинки я сейчас после видоса подумаю и оставлю ссылку. Посмотрите, какую я выбрал. Мне что-то даже, мне кажется, эти больше нравятся, чем та, что у меня сейчас стоит на сайте. Может быть, я возьму что-то из этого. И в целом, я вот сейчас отмотаю чуть-чуть назад. Вот как раз я делал вот этот вот баннер, который у меня сейчас стоит на сайте. Ну, вы видите, что достаточно много попыток мной было сделано для того, чтобы получить более или менее баннер, который меня устраивает. То есть, ну, мне кажется, что на стоках я бы это сделал реально просто быстрее. Переходим ко второй работе. Здесь требуется пояснение. Как я говорил, здесь косвенно заодно прорекламирую свою подписку. Здесь была задача сделать у нас рекламу. И у нас в подписке есть уроки нашего юриста, с которым мы давно работаем. Она нам записала уроки, как работать легально, там, налоги платить, самозадница, ТП и все такое. И, короче говоря, мне человек, который у нас делает рекламу, сказал, что нужно много всяких креативов. Типа некоторые будут на позитив настроены, а некоторые на негатив. А-ля заплати налоги и спи спокойно. Или там, допустим, фотограф, который... У нас же вечно так. Фотографы начинают потихоньку, естественно, без регистрации. Потом уже начинают нормально зарабатывать. И все время, особенно, я знаю, девочки парятся на эту тему. Все время переживают, когда за ними придет налоговая. И вот у нас будет реклама. Когда вы смотрите ролик, может быть, она уже есть. Может, вы ее видели. Мы ее ВКонтакте точно будем крутить. Ссылку на наш паблик ВКонтакте я оставлю в описании. И у нас часть рекламы будет настроена на то, что... Счастливый фотограф, типа, что проблем нет. А часть рекламы будет настроена на то, что... На негатив. Вот, типа, такой, что... Заплати налоги, спи спокойно. Не играй с государством в игры. И все такое. Давайте сделаем тоже запросы. Я потом покажу, что у нас получилось. Итак, очень грустный фотограф. Фотореалистичный. Два к одному. И первый раз за... Вот я уже сильно больше за сотню запросов сделал. Первый раз я вижу и ни разу не видел на YouTube, чтобы здесь было впихнуто почему-то сразу два изображения. Я не знаю, как это произошло. Но мы видим, что на самом деле получился очень классный результат. Проблема в том, что ты каждый раз не знаешь, получится классный результат или не получится. А здесь одна просто к другой фотографии... Опять же, фотографии, изображения. Выглядит, по-моему, очень неплохо. Действительно, очень грустная девушка. Но здесь нужно будет чуть-чуть подфотошопить, конечно, волосы из глаз торчащие. Здесь грустная девушка. Но здесь непонятно, что это фотограф, просто грустный дед. И здесь тоже. И у него выросли лишние пальцы. Но все-таки очень-очень неплохо. Что можно сделать дальше? Можно еще, если вам не нравятся варианты вашего запроса, то вы можете нажать на вот эту кнопку. И он сделает совершенно другие. Запрос тот же, но он будет обработан совершенно по-новой. И вот мы точно по такому же запросу получили, как видите, совершенно другие изображения. Что интересно, лицо вот этого чувака по какой-то причине вылезает мне достаточно часто. Не знаю, почему мне его все время подпихивают. Но в целом, надо сказать, что, в общем, наверное, довольно-таки неплохо. Здесь есть из чего выбрать и сделать какие-то вариации. Здесь чувак уж совсем слишком грустный. Но неплохо, неплохо. Но что круто, мы можем... Вот у меня написано фотореалистик. Мы можем сделать это совершенно в другом стиле. На самом деле здесь много команд. Я понимаю, что сейчас в комментариях напишут, что можно так. Можно указывать движок. Можно там миллиметры, фокусные расстояния указывать. Да, я знаю, но для первого знакомства это все равно, мне кажется, уже излишнее. Но что надо сказать, что мы можем задавать стиль. И просто ставим... То же самое оставляю. Very set photographer. Но вместо фотореалистичной мы можем поставить cartoon. Ну, то есть мультики. И давайте еще заодно нажмем Enter. И пока он думает, еще поставим другой стиль какой-нибудь. Аниме. И что-нибудь еще типа 1980-е. И посмотрим, насколько разные сейчас получатся результаты. Не отходя, так сказать... Не сходя с места, посмотрим, что нам нейросеть выдаст по одному и тому же практически запросу. Я к 80-м еще добавил 70-й и 90-й вариант. Вот вариант cartoon. И, честно говоря, вот не поймешь. Иногда прям очень круто, особенно мультики. Мне кажется, что, ну, вот в таком стиле мультяшном получаются очень крутые результаты. Но вот в данном случае мне не нравится совершенно. Здесь вообще, как обычно, с руками не пойми что. Здесь, в принципе, непонятно, что это такое. Здесь тоже. Ну, здесь, да, действительно какой-то грустный фотограф. Но, точнее, я не уверен, что он фотограф. Но вот это еще более-менее куда не шло. Короче говоря, вариантов приходится делать достаточно много. От аниме, если честно, я тоже ожидал большего. Потому что я не знаю, почему здесь все такое вот распадающееся. Что это какая-то тьма напала на человека. Но, с другой стороны, действительно грустные. Вот это вроде как тоже ничего. Можно сделать вариации. И грустный фотограф в 80-х. А вот это, на мой взгляд, ну, очень круто. Очень круто, фотореалистично. И прям, ну, вам судить, конечно, как вы это находите. Но мне прям очень нравится. Если не вдаваться в детали, я бы не понял, что это нейросеть. То есть, выглядит как реально какая-то, знаете, старая фотография. И люди действительно грустные. И действительно рядом с ними какие-то, какие-то, типа, старые фотоаппараты. И даже раз, два, три, четыре, пять. Но все равно с пальцами, конечно, здесь беда, что здесь, что здесь. Но я надеюсь, что пальцы когда-нибудь поправят. Значит, это были какие? 90-е. Нет, это были 80-е. В 90-х, значит, вот так вот. Тоже очень неплохо. Но это очень грустно. Это слишком грустно для целей моей рекламы. И 70-е. Давайте посмотрим, как в 70-е. На 70-е, по-моему, просто офигенно. И я бы вот реально, ну, как и в 80-е, бы не отличил, наверное, что, во всяком случае, сходу, если не всматриваться, не отличил бы, что это нейросеть. Результаты, которые в итоге мы сделали и будем использовать в рекламе, может быть, вы их увидите, они тоже все не идеальные, но прикольные. Клиент, орущий на фотографа, это в том смысле, что подпиши договор, и чтобы клиенты на тебя не орали. Это фотограф в суде. Тоже фотограф в суде, в мультяйшенном варианте. Вот это мне очень понравилось. Тоже фотограф в суде. Чуть-чуть у нее вытекает глазик, по-моему, в руку, но мы подумали, что для рекламы ничего страшного. Это тоже фотография, счастливая фотография, мне очень нравится. Ну, отобранная мне, естественно, нравится. Аниме стайл мы тоже сделали парочку. Ну, и вот этот, это будет хит, мне кажется, по кликабельности, несмотря на явные косяки здесь тоже. Ну, уж очень интересный получился дед. У него, да, рука тоже вросла в металлический пруд, но он, по-моему, получился очень клевый. Ну, этот такой, послабее чуть-чуть. В целом, в целом, как мне кажется, на сегодня, вот, наверное, с задачей я справился в итоге. Да, посмотрим, что мне скажет рекламщик. Я отправил ему картинки. Ну, мне кажется, что в итоге я получил то, что требовалось. Но, откровенно говоря, пока что большой вопрос. Да, я специально это делал. Я начинаю, еще не до конца понимаю, еще какие правильно делать запросы для нейросети, чтобы получить правильные результаты. Но мне как раз и было интересно, как начинающему посмотреть, потому что часто слышишь, что вот нейросети фотографов и всех остальных там лишат сразу же работы и все такое. Если бы я был дизайнер, которому нужно вот получить такие изображения или рекламщик. Честно говоря, на сегодня, мне кажется, что все равно проще обратиться к стокам. Да, там есть не абсолютно все, и искать какие-нибудь грустных фотографий там в определенном стиле или фотографов будет не очень просто. И, может быть, в мультяшном там стиле их будет тяжело найти. Но, с другой стороны, и в нейросети, если запрос простой, там, счастливый фотограф, здесь отличные варианты вылезают. Их можно получить очень быстро, даже новичку. Но и на стоках этих фотографий, в принципе, полно. Как только ты начинаешь какие-то специфические запросы более конкретные делать, начинаются сложности, начинаются пальцы вот эти вот изо всех мест торчащие, что-то еще сломанное, непонятно вообще откуда чего растет. И в итоге, даже если ты добиваешься результата, еще раз подчеркну, что для человека, который плохо знаком с нейросетью, то время ты на это тратишь столько же, сколько, ну, наверное, я бы быстрее, опять же, взял составные части на стоках, купил, и просто бы все это в калаш свел. По времени, мне кажется, было бы быстрее. Такие, конечно, я не знаю, какие фильмы и фотографии смотрела нейросеть перед тем, как выдать вот это вот грустного фотографа в суде. Но таких вариантов, честно говоря, тоже немало. Я думал, что вы подобные творения нейросети встречали где-нибудь уже в инстаграмчике или тиктоке. То есть мне пока непонятно. Я не хочу делать сейчас в этом ролике никаких больших выводов. Во-первых, я знаю, что в комментариях вы сами напишите по-любому. А во-вторых, я хочу, у меня, конечно, есть свое мнение, но я хочу подольше поразбираться, посмотреть другие нейросети. Обязательно еще будут ролики на эту тему, поэтому, если интересно, то подписывайтесь, и потом уже, может быть, отдельно запишу, что я думаю, все-таки инструмент это или угроза, или так и сяк, и для кого угроза, а для кого инструмент. Но пока что, как минимум, это очень интересно, интересно изучать. На этом все. Баннер на сайте можете посмотреть, оставить ссылку. Может быть, кому-то нужен будет урок от юриста, сможете тоже по той же ссылке купить. А так, до следующих встреч, пока!